Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Уже в пятницу нас ожидает Гран-при России. Татьяна Тарасова уже анонсировала свой приезд в Сочи и работу за комментаторским пультом, а вот двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказали, что будут ведущими этого этапа. Напомню, их совместную работу мы уже видели на контрольных прокатах в Челябинске и кстати тогда многие отметили, что они очень хорошо с этой ролью справились. Турнир пройдет на арене Айсберг. Перед тем как продолжить, по традиции, призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику, а если еще не подписаны на канал то добро пожаловать. Большое вам спасибо. Американская фигуристка Брэдди Теннелл снялась с турнира Golden Spin в Загребе. В текущем сезоне это уже пятый турнир, с которого снялась одна из сильнейших американок. Фигуристка не выступила даже на двух этапах серии Гран-при. Ранее сообщалось, что фигуристка восстанавливается после травмы ноги. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о своей ученице, чемпионке мира среди юниоров Камиле Валиевой. Даже не знаю, с кем ее сравнить, потому что она очень многогранна. Она продолжает себя развивать и учит четверные, еще какие-то новые элементы. То есть она не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться. Я хочу сказать, что фигурное катание настолько ушло вперед, что это достойно уважения, — сказала Тутберидзе. А Камила Валиева поделилась мнением о конкуренции в женском фигурном катании. Конкуренция есть всегда. Ты катаешься, делаешь свой максимум, смотришь на других, а другие делают еще больше. Значит, надо еще сделать, все постоянно работают. Нет такого, что, вот надо отдохнуть. Ты не можешь отдохнуть, потому что видишь, что все остальные работают, — сказала Камила. Российский фигурист Илья Миронов рассказал о причинах распада их пары с Дианой Мухамедзяновой в мае этого года. Фигуристы, которые тренировались в группе Нины Мозор, становились призерами юношеских Олимпийских игр 2020 года. Ребят всегда считали перспективными, а многие отмечали пару как будущее сборной. Илья говорит, что они прилагали все возможные усилия, чтобы сохранить пару. Но все равно не сложилось. Последнее решение в итоге было за тренерским штабом. Тренер Владислав Жавнирский говорил, что у фигуристки были проблемы с лишним весом. Миронов сказал, что определенные вопросы и правда возникали. Ее вес немного влиял на парные элементы и не давал нам нужной стабильности на прыжках. Все понимают, когда девушка взрослеет, становится более женственной, то меняется центр масс, и уже сложнее исполнять те элементы, которые раньше делал хоть с закрытыми глазами. Это сложный момент, который нужно пережить, пройти. Но у нас не получилось. Диана продолжает кататься. Недавно она перешла в Пермь. Так получилось, что она работала с новым партнером. Не знаю, по какой точно причине, но у них не срослось. Их расставили, и Диане пришлось искать новую команду, сказал Илья. Напомним, после того как пара Дианы с Мироновым распалась, фигуристку поставили в пару с Владиславом Антонышевым. Ребята выступали за спортшколу Воробьева Горы, где работает Нина Мозер. Портал Спортэкспресс сообщал, что этот дуэт тоже распался и причем уточняется, что распад дуэта произошел по инициативе тренера. Вообще, конечно, странная ситуация, когда серебряных призеров юношеских Олимпийских игр ставят в разные пары, но, наверное, тренером виднее. В любом случае сейчас фигуристка отправилась в Пермь, в группу Валентины Тюковой. А Илья Миронов признался, что он и Диана продолжают общаться, находятся в хороших отношениях и пожелал ей удачи. Что же, я думаю многие зрители присоединятся к этим пожеланиям. Будем надеяться, что сильная Пермская школа станет хорошим новым началом для фигуристки и мы неоднократно услышим ее фамилию на самых крупных турнирах. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.